Всем доброго вечера. Меня зовут Тарас Брезицкий. Я работаю нигде. Занимаюсь проектированием взаимодействия, изготовлением интерфейсов и всей той модной фигней, UI, UH, и прочими двух-трехбукленными сокращениями с 2004 года. А сейчас хотел бы рассказать про такую штуку, как создание контента, прежде всего графического контента, на мобильных устройствах. Вот такого вот типа. Собственно, почему создание контента, а не потребление контента? Ну, как мне кажется, с потреблением контента сейчас проблем больших нет. С утра, можете, как проснулись, взяли планшет, пошли в ванную, сидя на унитазе, посмотрели все новости, все сериалы, все прекрасно работает. А вот как только речь заходит о создании чего-то, особенно графики, начинаются некоторые проблемы. И я попытаюсь рассказать на примере приложения, созданием которого я занимаюсь, чего можно добиться, если просто немножко взять и подумать. Ладно. Во-первых, почему, собственно, iPad Pro? В принципе, я мог бы рассказывать на примере аналогов, например, того же Microsoft Surface. Просто разработкой я занимаюсь под iOS, и iPad знаю гораздо лучше. Собственно, что в нем такого интересного? Интересного в нем экран. То есть он достаточно здоровый, так что никто даже в больном бреду не может сказать, что это телефон. Это уже вообще не телефон, это уже даже скорее ноутбук, у которого нет клавиатуры, но у которого есть другая замечательная штука, очень важная в данном докладе, это вот это вот перо. Хорошо. Пока вы еще не заснули, вопрос. Вдруг кто-нибудь догадается? Как думаете, как проще всего нарисовать прямую линию на планшете? Да, действительно, по линейке. Потом объясню, почему. Хорошо. Итак, программ для создания графики, в принципе, существует достаточно большое количество, и, честно признаюсь, среди них довольно много очень качественных продуктов. Ну, собственно, если много качественных продуктов, что я вообще тут рассказываю и кого ругать собрался вам? Давайте покажу на примерах. Есть вот замечательное приложение. Не здесь, вот оно. Autodesk Graphic. Это приложение есть в разных версиях. Оно есть в версии под iPad, оно есть в версии под Mac. И, в принципе, вы можете начать работать на Mac, а потом запустить это приложение и продолжить работу уже на мобильном устройстве. Но, собственно, замечательная его особенность в чем? Интерфейс, который здесь имеется, он практически без изменений перенесен с настольной версии в мобильную. И они практически очень мало чем отличаются. И вот здесь начинаются нюансы. Нюансы, собственно, какого рода. Вот эта вот замечательная панелька, которую вы видите, там практически всем она знакома, кто работал когда-нибудь с графикой, там по продукции Adobe или по продукции Autodesk, по продукции целой кучи других компаний, она худо-бедно работает на десктопе. Ну, как сказать, худо-бедно работает. Это костыль, к которому все привыкли, и даже некоторые товарищи умудряются бегать на этих костылях. Но как только данная парадигма оказывается перенесенной на тач-платформу, сразу же становятся видны недостатки. То есть для того, чтобы мне что-то сделать, мне постоянно нужно переключать инструменты, лезть в какие-то менюшки, и вместо того, чтобы заниматься, собственно, созданием контента, я через некоторое время начинаю ловить себя на том, что я буквально сражаюсь с интерфейсом. Я уже не работаю, я уже не творец, я сижу и воюю с этими долбанными менюшками, мелкими кнопками и так далее. Вот еще один пример совершенно противоположного лагеря. Это приложение Adobe Draw. В пытность в молодости своей Adobe Illustrator. Как видите, от Illustrator здесь осталось не так-то много. То есть здесь есть небольшой набор инструментов, кистей. Ими вы можете рисовать. В конце концов, то, что вы нарисовали, станет векторной иллюстрацией. Ее можете загрузить через сервис Adobe на десктоп, там продолжить рисование. Но если вы постараетесь, так же, как на десктопе некоторые рисуют в иллюстраторе, скажем, макеты сайтов, иконки или еще что-то делать, здесь это не выйдет. Почему? Потому что практически весь функционал взрослого иллюстратора здесь отсутствует, зато сам по себе интерфейс очень хорошо адаптирован под тач. Вот смотрите, я могу просто-напросто рисовать, повозив пальцем. Я могу взять перо и начать использовать перо, рисовать перо. В принципе, данное приложение, так же, как и практически все аналоги, слабо различает перо и вот пальцами. Самое обидное, ну то, что практически любое приложение, которое можете открыть, ему все равно, рисуете вы пальцем или рисуете пером. В некоторых особо хороших случаях там пытаются регистрировать данные по нажателю, по наклону перо, но очень редко идут куда-то в сторону. И вот практически какое бы приложение я не открыл. То есть возьмем популярный пейпер, я открываю его, запускаю, начинаю возить пальцем, и получается какая-то линия, какой-то рисунок. Вас тут ничего не скучает? Да я, да я очень. Отлично. А вот давайте проведем мысленный эксперимент. То есть мы возьмем, попробуем отправиться в прошлое, лет на 50, лучше на 100, и взять человека из этого прошлого, поместить его куда-то сюда, и попросить его посмотреть на процесс со стороны. Как думаете, что он увидит? То есть думаете, он увидит какого-то модного цифрового художника? Да это ни хрена подобного. Скорее всего, он увидит дурачка, который размазывает грязь по стеклу. Ну так вот, а что если этот наш воображаемый человек, в принципе, это прав? Потому что, смотрите, у нас уже на самом деле есть прекрасный инструмент для рисования. То есть это вот такая вот платформа, с которой знакомы практически все, да? То есть я создаю новый документ. Смотрите, да, я делаю рисунок. Здорово. Более того, у меня есть куча инструментов с разными цветами, разными возможностями. Видите, я могу кружочек зеленый нарисовать. И самое главное, у меня здесь точно так же есть функция undo. Причем эта функция undo работает не сильно хуже, чем в случае компьютерных программ. Ну и если мне не нравится этот документ, я всегда могу его удалить, создать новый. Знаете, вот меня смущает одна штука. Вот весь этот набор ручек, маркеров, ластиков и прочего, он стоит сильно дешевле, чем один вот этот единственный карандаш, который к тому же постоянно приходится заряжать. У него еще и батарейка есть. Более того, если вы посмотрите на программу для рисования, практически что бы вы ни открыли, что вы видите тут? Вы видите те же самые маркеры, ручки, карандаши, ножницы, линейки. Просто их взяли, собрали и засунули под вот такую вот красивую стекляшку. При этом большинство этих программ не дают практически никаких дополнительных возможностей по сравнению с обычным листом бумаги. То есть, ну, разве что вы можете быстро расшарить документ, в случае бумаги вам придется сначала его сфотографировать, потом кому-нибудь отправить. Вот возникла такая мысль. Что если взять и попытаться каким-то образом соединить достоинства вот этой вот прекрасной платформы бумаги с вот этим вот электронным устройством? То есть чего бы можно было добиться? Сейчас вам покажу, если интересно, прототип приложения, которое я сделал в качестве демонстрации этой идеи. Приложение достаточно сырое, это даже не альфа. Оно точно будет глючить, так что можете радоваться заранее. Смотрите. То есть, смотрите, у нас есть какое-то полотно, которое будет условным будущим мобильным приложением. Что у нас обычно есть в мобильном приложении? Есть какой-то хедер, футер. Ну, почти везде, да? Давайте их добавим. Как это сделать? Элементарно, я их нарисую. Оп, не вышло. Вот. Обратите внимание на то, что именно я делаю. То есть я не лезу в какие-то менюшки, где мне нужно достать вот этот самый прямоугольник. Я просто его рисую. Соответственно, если он мне нужен внизу, я его легко дублирую. Еще одна очень важная деталь. Вот этим я рисую. Это карандаш. Рисовать пальцем у меня не выйдет. И, казалось бы, разница, в принципе, небольшая. Ну, как бы, ну, карандашом рисуешь, ну, пальцем рисуешь. Тем не менее, это достаточно маленькое изменение. Очень сильно влияет, прошу прощения, на восприятие продукта. Откуда эта аналогия взялась? Взялась она с той же самой бумаги. На бумаге мы рисуем карандашом, ручкой и другими подобными инструментами, а взаимодействуем уже, соответственно, руками. Хорошо. У нас есть хедер, футер. Давайте добавим еще какой-нибудь элемент. Красивую японку пока не добавим. Ну, вот смотрите. У меня уже почти выветрился кофеин. Трясутся руки. Поэтому я буду пользоваться направляющими. Откуда я их возьму? Ну, линейка это было бы слишком просто. Нет, я их аналогично рисую. Я же говорю, программа будет глючит. Раз направляющие, вторая направляющая. Я их перемещаю, все. Они статично находятся на экране. Здесь у нас будет какая-то, допустим, карточка. Ну, почти сработала. Добавляем красивый модный уголок. И пусть на этой карточке будет картинка. Вот у нас модная картинка. Я не знаю, что здесь нарисовано. Ну, я первый раз вижу это мобильное приложение, так же, как и вы. Добавим небольшой блок текста. И еще один блок чего-то. Я не знаю, чего. Ну, я на ходу придумываю приложение и понятия не имею, что оно делает. Ну, есть какая-то красивая карточка. Вот смотрите. Допустим, внизу я хочу, чтобы это был текст. Я лишь говорю программе, что это текст. Ну, или картинка. Я передумал. Все, это картинка. То есть, по сути, посмотрите, чем я занимаюсь. Я вместо того, чтобы возиться, собственно, с инструментом, я всего лишь навсего пытаюсь думать и пытаюсь работать с инструментом так же, как с бумагой. При этом максимально единственная задача, которую выполняет инструмент, он мне не мешается. Так, в принципе, мог бы показать еще небольшой набор возможностей, но гораздо лучше продемонстрировать вам это в коридоре или желающие смогут попользоваться программой и поиграть в ней самостоятельно. Итого, что я хотел показать. Смотрите, вместо того, чтобы брать старую парадигму и пытаться запихивать все инструменты, которые у нас были, просто-напросто, вот в этот кусок стекла, вы можете перестать воспринимать планшет в качестве здорового куска стекла с вот такой симпатичной рамкой и, немного подумав, превратить его в гораздо более полезный инструмент. Что же касается рисования линий. Действительно. Мало того, что я могу нарисовать идеально прямую линию, у меня еще есть недокументированная возможность. То есть я могу рисовать отрезки, то, чего не может большинство программ. Много чего можно сделать, да. Всего лишь на все надо было взять дополнительный инструмент. Все, спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Если вам нужно что-то показать, рассказать, покажу, расскажу. Знаете, где меня найти. Спасибо. Спасибо, Тарас. Есть ли вопросы? Есть. Спасибо. Спасибо большое за прекрасный доклад. Меня зовут Максим. Возник такой вопрос. Ну, как известно, вообще все, что когда-либо мы придумали или сделали, уже давно там придумали китайцы. Ну, такое ходит поговорка. Так вот, у меня такое ощущение, что все это, то, что было рассказано, уже так или иначе было придумано, в том числе и топовыми компаниями, да, просто при дальнейшей разработке они столкнулись с кучей подводных камней и невозможностью реализации некоторых функций в данной концепции. И было решено, наверное, от этого отказаться. Как вы можете это прокомментировать? Тарас, спасибо. Смотрите. На самом деле, из того, что я показал, у инструмента есть две ключевые особенности. Первая – это распознавание фигур. Фигур, аналогичный, по крайней мере, на первый взгляд, продукт, есть сейчас в компании Adobe, называется Adobe Comp, если мне память не отшибла. Это действительно очень хорошая программа, но она предназначена не для создания скетчей. И тем более не пытаются они развиваться в сторону создания прототипов. Они всего лишь сделали инструмент, который позволяет быстро на ходу накидать вайрфрейм, загрузить его в облако, открыть на большом компьютере и уже на большом компьютере забить контентом. Поэтому на этом этапе можно сказать, что у нас достаточно близкие программы. И честно скажу, разработку я начал после того, как увидел презентацию Adobe. То есть открываю видео на YouTube, смотрю презентацию и вижу, елки-палки, эти чуваки сделали то, что я хотел сделать 8 лет назад. Давайте я тоже попробую сделать. Тем более мне категорически не нравится целая куча тамошних решений. Плюс Adobe делает очень важное, как мне кажется, упущение. Они не различают карандаш и руку. Для того, чтобы понять, что это действительно очень полезная штука, надо просто попользоваться программой. Через некоторое время вы, во-первых, не сможете рисовать прямоугольники обычным способом, вытаскивая через панельки, вас это будет дико бесить. Во-вторых, если вы приучаете себя к тому, что рисуете вы инструментом, а взаимодействуете с объектом рукой, совершенно меняется ощущение от продукта. Он перестает быть стекляшкой в таком вот красивом корпусе. Вы фактически уже взаимодействуете с физическими объектами. Спасибо. У нас время вышло. Давайте остальные вопросы в коридоре окружим Тараса. Еще раз скажем спасибо. Надеюсь, вы не заснули.